Да, мне хочется кое-что озвучить, потому что это очень свежая штука. Тень дислокации и потерянности ощущалась челесно как неосознанность. Но вот когда я не присутствую здесь, то где тогда я? И вот тогда непонятно, где я. Вообще вот эта потерянность, когда я не здесь. Я прям очень четко это увидела, когда я где-то там, а тут вот кто-то живет, кто-то тоже непонятно думает. Вот. Но самое крутое, это было, конечно, это у меня случилось с даром. Это прям вот так вот включилось. Дарой ориентации включился как животный какой-то инстинкт. Я прям почувствовала себя каким-то животным, не знаю каким, у которого везде, везде, возможно, это волосы так работают, не знаю. Ну, в смысле везде, те телесные, которые как видят, вот так вот чувствуют. Нельзя назвать, что это видение, как глазами. Но это абсолютная как будто бы ориентация в пространстве, что происходит. И это настолько включилось, что это до сих пор не выключается. Это ощущение такой абсолютной включенности всего тела, особенно задней части тела, потому что там-то я вообще ничего не вижу. Но это такая пробужденность и тоже как бы куда бы я не вела бы рукой, везде я своим телом вот как будто считываю это пространство. Ну, вот везде ориентирую, что здесь. Это как-то очень какая-то селезеночная история, мне кажется, почему-то. Не знаю, как это связано. Да, в том числе еще это называется проприоцепция. Да. Это связано с такой присутствием ощущения себя в пространстве, в объеме. Вот включается проприоцепция. А почему это со вторым ударом, со вторым ключом? Он же там как-то совсем не сильен. Мы соединяли дыхание как то, что существует всегда. И то, что существует всегда, оно и есть то, что существует, движется и присутствует, значит ориентированно. И это просто два таких фокуса, которые совпали. Вообще второй ключ, он про грудину. И в грудине с точки зрения дизайна есть магнитный монополь или другими словами водитель. Второй ключ самый иинский, он управляет формой ее движением. То есть ум не влияет, то есть конечно ум может влиять на тело на химическом уровне, при принятии решений как угодно, но тело движется в пространстве благодаря вот этому магнитному монополию, который физически находится у нас в грудине. Он не атомарное его происхождение, его нельзя вот так выковырять из грудины. Наше тело атомарного, он из черной материи, но он присутствует в грудине, и он есть водитель, и пассажир не может управлять водителем. То есть мы как пассажир, это не ум, но пассажир связан с сознательным умом. И вот этот сознательный ум, он хочет контролировать это, но в итоге все, что он делает, это отделяется, как некий процесс думания, который использует дыхание. Поэтому такой вопрос, если я думаю, то кто дышит? Что это, да? Это тело. И вот ориентация, это есть вот это восприимчивое тело, которое всегда дышит непрерывно, всегда находится в движении. Это дыхание не воздуха, который мы можем контролировать, типа мы можем задержать дыхание на какое-то время. Это дыхание, непрерывное движение жидкостей. И оно как тишина скорее. То есть единство, оно скорее как тишина, и тишина как дыхание, потому что оно существует за пределами каких-либо процессов, за пределами пространства-времени. То есть дыхание – это не процесс, дыхание – это не пространство, типа вот этого вдоха здесь. Дыхание – это что-то иное. Но мы можем это понять только, если мы перестанем на это смотреть или перестанем об этом думать, или перестанем на это влиять и контролировать, а станем этим. Стать дыханием, можно сказать, что став дыханием, мы становимся телом, формой. «Как надолго» – это вопрос в практике, который можно ответить только процессом. Весь смысл в самом процессе, конечно, не в каких-то ответах или анализе того, что это, потому что смешно это анализировать, потому что тот, кто анализирует, не дышит. Как ты поняла единство? Как ты ощутила, или что это для тебя? Вот единство очень меня включила тема слова «земля», и я вспомнила земля над землей, какая-то земля, земля, земля. И если раньше я воспринимала единство каким-то пространством почему-то небесным, ну что-то типа такого какого-то эфирного, аморфного какого-то контакта всего со всем, то очень удивительно, насколько сейчас единство для меня было очень материально, ну из материи состоящей, из земли прямо, земля, земля. Мне прямо хотелось, и я открыла еще глаза, видела лес вдалеке, и он настолько вот материальный, ну прямо вот, и предметы, как будто бы все, 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 вот это все, что я вижу, все, что существует, все земля. Ну это очень странно, конечно. Очень странно для ума это сейчас, потому что, ну какие-то связи, например, всего, всех совсем раньше, как я считала, что это единство. Неужели связи это тоже какая-то материя? Неужели Бог это материя? Ну знаешь, такое вот. Походу да, походу да. Это какая-то... Вам не какие-то... Бушуют религиозные эти... Мама, папа, материя. Да. Не мама, папа, анархия. Мама, анархия, папа, стакан портфейна, а мама, папа, материя. У меня было такое, что вот с этим фокусом, потому что у меня совершенно выключился ум под конец, у меня вылетели все фокусы какие-то. Но я почувствую, что вот с той же землей я шагаю, и куда бы я ни сделала шаг, везде есть восприимчивость, везде есть земля. Земля позволяет быть восприимчивым, потому что если есть земля, есть восприимчивость, если нет земли, невозможно воспринимать. То есть кто воспринимает? То есть земля одновременно как гравитация, левитация как наполненность и пустота, как присутствие и восприимчивость одновременно, то есть пустотность как восприимчивость. Такая безусловная пустотность, то, что если она чем-то обусловлена, то это ум, а это вакуум, это уже не пустотность. То есть у меня было такое ощущение, что вот куда я ни иду, я как бы есть эта земля, которая идет, и значит воспринимает. И у меня было прикольно, что у меня закончились как бы какие-то шевеления, такие движения, которые были в том числе из-за музыки. И я просто хотела ходить. Я очень легко открывала и закрывала глаза. Я очень легко как бы не теряя ориентации делала какие-то очень простые штуки. Мой ум не включался, мое дыхание не останавливалось при этом. То есть я не думала, что я делала. Я как бы... То есть не вот это, а вот это. какое-то живое. Этим ничего нельзя сделать. То есть это вот ум, нервная система условно контролирует. Этим не взять стакан, а вот этим можно что-то взять такой рукой. этими пальцами. Единство можно взять материю, а умом таким... Я иду, я дышу. Как бы этим сложно вообще что-то взять. Чем-то отделенным. И даже если можно, то это может отломаться. Потому что это не есть вот этот вот расцветающий издыхание. Сначала дыхание, оно рождает движение. Я не отрезаю себя и дыхание, чтобы сделать какое-то движение. А я этим... Я это... Я этим делаю. Да, что-то такое. Вот, но это фокус. Фокусы могут быть разные. Сегодня он был такой, мне кажется, он идеально подходит. Потому что единство это некий... Это нечто непрерывное. Как дыхание. Это нечто непрерывное. Не дуальное. Дыхание это не вдох-выдох. Единство это не единство здесь, единство там. Единство это единство. Единство это единство. Вот это красиво. Ладно. Конечно, мы с тобой до пол-одиннадцатого натанцевались. Молодцы вообще. У меня вообще не получается это все впихнуть в час. Хотя я думаю, ну вот у меня 3 минуты, 3 минуты, 6 минут, 4 минуты. Все должно упаковаться, и оно совершенно не упаковывается в этот пространство. Ну хорошо, я рада, что мы с тобой встретились, потанцевали. Я пришлю, может быть, наш разговор тем, кто захочет записи тоже посмотреть. Возможно, ему будет здорово послушать этот кусочек тоже. Ладно. Я думаю, до встречи на 23-м уже. Там мы еще и поговорим, я думаю, будет open call. У тебя звука нет? Ладно. Я особо ничего не говорю. Спокойной ночи. Пока-пока.